Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm. Ваше внимание, предлагаю бой 3 на 3 за космодесант. Провел буквально вчера это сражение. Быстрый бой, ну и примечательный по нескольким моментам. Рандомная случайная команда, снова мой ник Хорион со мной в команде. Сейчас посмотрим, кто со мной в команде, кстати. Листанем. Цулото за Эльдаров. Кстати, хостил по-моему он. Эревис за космодесант. Против нас Космо. Игер, Дарк Лорд. Хоид за Эльдаров и Даггер. За имперскую гвардию. Хоид пишет, что в этот раз никто не вылетел. Да, кстати, перед тем, как мы запустились, было 3 десинхрона, когда мы стартовали. Тут пишут, что типа все запустились. Но один у них был АФК. Ну да, товарищ Даггер опоздал секунд на 50, наверное. Это первый момент. Таких вот АФКшников встретишь очень часто. В мультиплеере из-за них вы можете просто проиграть. Это еще одна причина, почему я не люблю сражения. Случайными какими-то людьми. То есть надо играть либо командой, либо играть в Фуфа. Где все зависит от вас. Ну там, конечно, в Фуфане все прямо уж от вас зависит. Вас могут атаковать с двух сторон. И тогда вам будет трындец. Скорее всего, если они будут прямо вот не соприкасаться друг с другом, а только исключительно вас шпилить. Такие случаи иногда бывают. Но в целом, в общем-то, Фуфа зависит очень многое от игрока. Ну и побежали рашить. Тут кто-то из них пикал, что типа атакуем вот эту сторону. Атакуем того, кто находится рядом со мной. И, как мы видим, Эльдар расстреливает. Уже. С этими рейнджерами. Скаутов не давая захватить релик. Ну и здесь застрял вражеский Командор. Как будто бы был баг, что он не бился в ближнем бою, а стрелял. И еще раз его цепляем. И все, в два рыла разбираем очень-очень легко. То есть лишается у нас Дарк Лорд. Своего Командора. Прибегает прикрывать союзники. Вот тут бежит командный отряд у Даггера. И бегут. Пукояты темные жнецы. Да, если расстрелять с дистанции. Пытался я уйти от командного отряда. Видишь, что их уже трое. Слишком много для одного командора, тем более раздамаженного. И попадает по мне молнией в Сайкер. Пытается оторваться наш союзник. Рэвис. Прокачивается одна точка и вынуждены здесь они немного сдавать назад. Я имею ввиду союзники мои. За рашить, в общем-то, можно на Амортальс вполне. И... Можно было это сделать. Но если раш не удается, вы получаете... Жесткую контратаку. Потому что вы вываливаете все. Войска на Т1. Практически все ресурсы оставите в развитии. Если кто-то из них сумеет протечь с ТТ-2, скажем, тот, кто в центре находится. Ну, тогда у вас проблема. Остатки вашей пехоты, которая неудачно рашанула, просто расстреляют. Все на этом. Ну, и дальше у вас уже так же прокатит, как и вы пытались это сделать минутой ранее. Вот так. Настреливать скаутами, пряча за ним командора. Присоединив. Не стал его водить СМов. Я думаю, что это не помогло бы продавить. Надо было две пачки выводить, а это было очень опасно. Ну, видно было, что Эл не течется, так как у него вышли женицы темные. Это, соответственно, значит и один простой факт, что у него не будет фаст лордов. И он не придет, вас там не запинает. У него не будет фальконов быстрых, у него не будет вайперов. Там на пятой минуте. Ну, тем не менее, реликт. Ткани взять не могут. Хотя точки качают. И космодесайнник, видите, вынужден спамить. Ему пришлось нанимать отряд СМов, нанимать командора, чтобы отбиться. В такой ситуации течется дальше, но... Как минимум смысла не было. Теряет контроль что-то своими жнецами. Мельдар входит, бежал слишком близко, и их тут же просто выпиливают за секунду. И шут. Даггер назад, снайперы. Снайперы мазафака. Причем, кстати, отрядов-то было довольно много, и... Эревис вложился в Т-1 довольно прилично. То есть здесь, вот видите, снайпы у... Сулото. И плюс еще снайперы у Эревиса. Космарь пытается захватить реликт. У меня Т-2. Осма только еще его делает. Причем, видите, не апгрейдил он точки. Что позволило ему выйти при наличии снайперов. Но какие шиши там нанимать, это уже другой вопрос. Экономика явно отстает. Жду. Собственно говоря, играть через... Священные покои. Не через завод. Хотя, может было через завод сыграть. Но 5 точек, в общем-то, можно. Через серых продавить. И, соответственно, через капеллана с дублярием. И Т-2 у нас у гварды. Несмотря на то, что он опоздал на 50 секунд. Как мы видим. Уже в Т-2. А тут у нас турелька. Это методика большого пса, да. И они пошли в итоге на гвардейца. Панковать. Соединяю капеллана. И, в общем, библиарий тоже вышел. Универсальная тактика, которая используется на Т-2 за космаря. При большом количестве влияния на карте. Довольно эффективно. Есть, конечно, минусы. Против техники такая связка не очень-то заходит. Но, если выходит техника, надо иметь как минимум отряд СМов с гранатометами. Этого будет достаточно. А любую пехоту уровень Т-2 они разбирают, в общем, легко. Ну, кроме большого количества слезстянки. Если их реально много, то... Хрен знает. Вообще, может повязать командор, плюс обилка библиария, плюс замедление капеллана. Пси-удар серых. Ну, может быть, и... Разберут четыре пака. Если не будет там у них детка. Потому что конфессора. Опять настреливают здесь. Тяжелое вооружение там садится. Но мы продолжаем. Точнее, я продолжаю давить. Упиливаю тяжелое вооружение. Бегу дальше. Сприваем точку. Нечем прикрыть пока. И нечем крыть Эльдару. Т-2-то у него есть. У косморя тоже есть Т-2. Так, только с строительными лесами. Но она уже функционирует. А он пока стоит, релик захватывает. Ну, косм тоже развивался, как мог, в общем-то. Пытался раш отбить. Это был, в общем-то, раш. К большому счету. Атака была на Т-1 довольно рано. И ломаем генератора-гвардейца. Еще одна ошибка. Видите, он вынес их вперед. Будучи уверенным, что сможет их отдефить. Засунул куда-нибудь заглавку. Оно гораздо сложнее их уничтожить. Потому что он мог посадить туда строителей. Оттуда расстрелять. В общем, короче, пытается, видите, СМ прикрыть своего союзника. Но нарывается на моих серых. В итоге пытаюсь завязать сразу несколько отрядов. И вот о чем я и говорил. Пехота разбирается на ура. Сколько, наверное, три пачки было. И все они сдохли. Протому я не понес практически никаких потерь. Здесь выходят химеры. Все, что осталось от его завода. Но они не такие уж и хорошие дамагеры. И серые их могут разобрать. В отличие, может быть, от дредов. Которые запилят их. Фалькона, в общем-то, тоже разбирается легко. Тем более, видите, две пачки серых рыцарей. Тут практически без шансов. Выходит глайдер. Но при большом количестве, да, они опасные. Больше двух он никак явно не успевал вывести. И у нашего Куллота уже есть драконы. Огненные. Цуллоту. Куллоту, Цуллоту. Продолжаем давить. Кидаю я орбитальный удар. ГГ пишет. Даггер прекрасно понимает, что ему уже ГГ. Ломаем ему экономику, и он вы-о-бит. Орликин прорывается у Койта. Неприятный юнит. Особенно своими этими плясками-танцами. Пока двое еще сражаются. Хотя сопротивление здесь практически бесполезно. Терминаторы сбрасываются в Т-4. Я не пошел. В общем-то, прекрасно понимаю, что им уже не добиться. Вот ставлю завод. И можно было пытаться это сделать. То есть у меня был весь упор на пехот. Тяжелый пехот. Термосов. Чего я и сделал. Усаживаю еще терминаторов. Турмовых. Кубая билку бедлярии на неуязвимости. Соседние войска тоже получают дополнительный позитив. И давим дальше. Только-только застроил космаль свой реликт. Дарклорд. И снова его лишают. Турели одна не тащат. Все потому, что каноны Большого Пса не были соблюдены. Надо было строить турели гораздо больше. Как минимум 6 на одной главке. И тогда у него были бы все шансы от дефиться. Сейчас шансов никаких у него нет. Потому что турель была всего лишь одна. Ходит исключен из игры. Теряет там все свои войска. И решил не тянуть время. А я продолжаю ломать экономику здесь. Расстреливать параллельно лайдеры. Которые мне мешались. Ну и выходит и Дарклорд тоже не стал тянуть время. Тут все уже было ясно. В общем-то и понятно. Но типичные ошибки рандомных игроков. Не смогли скооперироваться. Во-первых, АФКшник конечно подвел их. Но если бы он даже и успел вовремя. Ничего бы я думаю это не изменило. Отбиться они не успевали. Потерял один лорда. С чего все началось-то? Потерял Дарклорд. Своего лорда полез в атаку на два. Потом, пока он нанимался. Остальные войска уже подверглись удару наших двух лордов. И снайперов. Куча дамага была нанесена и по Койту. И по Даггеру. Когда он вывел своего командора и СМов. Он уже отстал в развитии. Я имею ввиду Дарклорд. Ну а потом пошло-поехало. Т2 у меня. Т2 у гвардейца. Т2 не было у космодесанника. Он еще и был без точки, без реликта. Прижатие гвардейца. Вынос ему всех генераторов, которые он поставил на переднюю линию. Уверенный, что он сможет их оборонять. Но вот уверенность его оказалась. Тщетный. Ну и он лишился экономики. Лишился завода. Лишился реликта. И что там осталось делать? Лишился энергии. Он просто вышел. Подставив всех остальных. Но там другого у него выбора и не было. Ну а дальше ливнул Эльдар, который также остался, считайте, против двоих. Ну и последний вышел. Дарклорд, которого первые атаковали. Ибо он остался один. В итоге всего лишь несколько ошибок. Первый из них это именно потеря лорда. Потеря командора. И дальше продавливание базы. Вот и все. То есть продавливание нескольких точек. Но начал паниковать. Стоять турели. Выводить слишком много СМ, чтобы отбиться. И запоздал ЭТ-2. Потом отставание в течи. И до свидания. Итак. По общему счету в армии. Набираю 455 я. Сулото. 300. Эревис. 455. Это уже одинаково мы с ним набрали по общему счету. 165 Коит. Дарклорд 40. И 85. Даггер. 39. Я убил 20. Сулоту 53. Эревис. Но он снайпером много настрелял. В самом начале там. Мелкого гумана. Коит. 24. 11. Дарклорд 23. Даггер. 11 юнитов. У меня потерян 22. Цулоту 25. Эревис. 41 подразделение потерял. Коит. Дарклорд. 51. И 20. Даггер. 6 даний уничтожил. 3. Цулоту. 3. Эревис. Они по нолям. Мы 0 потеряли. Коит. 1. 3. Дарклорд. И 8. Даггер. Но они почти все вышли. Только вот Даггер дольше всех там сражался. 33. Размер армии был у меня. В основном была элита. 47 Цулоту. 48 Эревис. 51 Коит. И Дарклорд. И 22. Даггер. По ресурсам. 10700 у меня. 8800 Цулоту. 7400 Эревис. 8000 Коит. 7200. Дарклорд. И 5300. Даггер. Технологии. М290 у меня. 260 Цулоту. 550 Эревис. 210 Коит. Дарклорд. 130 и 10 Даггер. Ну и общий счет. 11400 у меня. 9300. Цулоту. 8400 Эревис. 8400 Коит. 7300. Дарклорд. И Даггер. 5400. Ну и бой шел. 12 минут 1 секунда. Довольно таки быстро. для 3 на 3. Ну что ж. Надеюсь, что данное сражение вам понравилось. И не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. На основной и дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Увидимся в следующих видео. Желаю вам новых великих побед. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok